Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про чудеса в Танахе. Я посмотрел все чудеса, которые есть в Танахе и попробовал их осмыслить с точки зрения как религиозного человека, так и по своей профессии, а я физик. Ну, чудеса там разноплановые, так что кое в чем я дилетант, но давайте посмотрим, хочу вас ознакомить с моими изысканиями. Тигров из Фрэнсиса Бэкона, вы знаете, это средневековый английский, сначала министр финансов, а потом философ, вот он говорит, что Бог творит чудеса, чтобы переубедить атеистов, то есть чудеса делаются не для демонстрации, а все повседневные дела, они сами по себе чудеса. Давайте немножко поговорим, что мы понимаем под чудом. Обычно понимание – это какое-нибудь редкое явление, которое трудно объяснить. Ну, давайте посмотрим, вот радуга – это чудо или не чудо? Посмотришь вот на такую замечательную картинку и видно, что чудо. Вот Ног тоже вышел из ковчега, посмотрел на радугу, понял, что чудо. Но она видна несколько раз в год. И когда есть закономерность, то мы уже говорим, что это не чудо, а это явление природы. Давайте продолжим эту линию дальше. Вот солнечное затмение. Это чудо или не чудо? Первый раз видишь чудо. Оно, в общем-то, случается не так уж редко, там, раз сто лет. И каждый из нас видел солнечное затмение на протяжении своей жизни. Мы уже не воспринимаем это как чудо. Если что-то встречается несколько раз, значит, это закон природы. А вот другое. Комета. Комета видна редко, раз в столетие. Опять-таки, посмотришь на это, ну, конечно, чудо. Но, так сказать, поскольку записи о кометах фигурируют в летописи и в хрониках, то мы понимаем, что это явление природы встречается часто. Ну, вот еще одна сверхновая. Сверхновая звезда – это взрыв звезды. Значит, это явление, вот, это картинка, но это бывает раз, там, в 100-500 лет. То есть, это зафиксировано в нескольких хрониках. Вот видите, в 2006 году, в 1050 и так далее. То есть, если бы мы это видели впервые, мы бы сказали, что вот это чудо, такого никогда не было. Но хроники там, так сказать, фиксируют, их всего несколько, которые про это показывают. И мы понимаем, да, наверное, это все-таки естественное явление объяснения. У него есть какое-нибудь научное объяснение. Давайте пойдем дальше. Вот бывает такое редкое явление, как столкновение метеорита или кометы с планетой. Вот видите, это, так сказать, это картинка. А вот это реально кратер Аризона. И от этого много чего может произойти. Но это ни в каких летописях нет. Это мы только можем увидеть по следам. Вот, например, но не так, там, не знаю, 25 лет назад было столкновение кометы с Юпитером. Вот видите, кратер. Вот как это видно, сейчас, так сказать, анимация, но есть и кино. Ну, а сейчас, видите, вот Юпитер, а вот комета летит. Комета, так сказать, много-много камней. И вот она бьет по Юпитеру страшно сильно. Теперь, как это видно реально? Сейчас. Одну секунду. Вот это уже реальное событие. Комета бьет по Юпитеру, видите? Куски кометы бьют по Юпитеру. Это кратер и внизу. То есть, такое событие, как бы, совершенно уникальное. И ни в каких летописях его нет. Но оно же бывает. Такое явление бывает, не знаю, раз в тысячелетие. Это чудо или не чудо? Ну, так сказать, поскольку это бывает настолько редко. Будем считать, что это чудо. Теперь, вот, так сказать, было ли такие столкновения с Землей? Были. Вот это реальная картинка. Это, так сказать, может быть, многие знают, кратер в Юкатане, Мексика. Это считается, что от этого кратера, так сказать, как ударил метеорит по Земле, от этого исчезли динозавры. А вот другой кратер в Гренландии. Его датируют там 12 тысяч лет до нашей эры. И после такого кратера, то есть, что произошло? Кратер, метеорит ударил по Гренландии. Там лед. Лед поплавился. Все это вылилось в океан. Уровень океана поднялся. И похолодало. Это явление называется Йонгер-Драйес. Это там тысяча, сто тысяч, 10-12 тысяч лет до нашей эры. То есть, может быть, это было причиной потопа? Такой, видите, может, потоп был позже. Но потоп, то есть, это явление, которое было один раз на истории человечества. Никаких лет не зафиксировано. Ну и как мы будем это считать? То есть, это было или не было? Это чудо или не чудо? Это событие было один раз. Никакой науки мы под него подвести не можем. И вот, как мы относимся к такому комплекту событий, которые бывают один раз? Это что? Это естественная причина или это божественное вмешательство? То есть, чудо – это не обязательно сверхъестественное явление. Это, может быть, редкое явление. Но главное, что если мы в этом чуде видим руку Всевышней, вот такой фокус в том, что оно случается, когда надо, и в нужное время и в нужном месте. И почему так надо? Потому что, если бы Всевышний открыто говорил, ну, демонстрировал нам чудо, как фокус, то у нас бы свободы воли не осталось. Мы бы считали, что все, так сказать, управление всем миром было бы слишком явным. И так не получится. Нужно, чтобы мы действовали как бы самостоятельно. Поэтому Всевышний, по-видимому, ну, не слишком афиширует. То есть, когда он делает чудеса, то они, так сказать, не очень заметны. И об этом открытым текстом написано в Танахе. Вот вспомните, пророк Иллиал на горе Хорей. Всевышний сказал, ну, явись, я тебе чудо продемонстрирую. И вот проходит перед пророком Иллиал Господь и делает разнообразное представление. Ветер, землетрясение, огонь. И говорит ему, что это не главное. А после огня голос тонкой тишины. Мы не понимаем, что это такое. Но видно, что это что-то такое, ну, нон-спектакулар. То есть, не помпезное. То есть, если Всевышний дел и чудеса, то это, так сказать, скромно и незаметно. Это стиль, так сказать. Вот еще, так сказать, цитата. Это уже из псалмов. Вот ты, Бог, творящий чудо. В море твой, тропа твоя в водах великих, следы твои неведомы. То есть, когда Всевышний делает чудо, то он оставляет нам возможность. То есть, он делает это как бы через естественные законы. Он оставляет нам возможность сказать, что это все случилось само по себе. Он не хочет, как бы, открыто проявляться. А вот теперь давайте попробуем это проиллюстрировать. Посмотрим на разнообразные чудеса, которые есть в Танахе и посмотрим, как именно они осуществляются. Вот сейчас Песох, который превращается в змею. Вот давайте вспомним. Помните, Муше стоит у горящего куста, и Всевышний ему говорит, чтобы он пошел в Египет, поговорил с фараоном и заставил его отпустить близкий народ. И демонстрирует ему разные чудеса. А потом Муше приходит вместе с Аароном к фараону и демонстрирует похожие чудеса. Вот одно из чудес, мы хорошо помним, посох, который превращается в змею. Показывается, что это действительно фокус. Можно взять вот змею, нажать там на какую-то точку у нее на шее, и она впадает в каталепсию. Это у нее как бы все мышцы напрягаются. Это гипнотизеры делают иногда с людьми. Знаете, кладут их между стульями, садятся на них как доска. Это все мышцы напряженные. Пока фокусник держит змею и нажимает ей пальцем на шею, она становится твердой, как посох, и прямой. Как только он отпускает эту точку, она снова становится змеей. Получается, что это действительно фокус. Кстати, так и написано, видите, мудрецы и чародеев фараона умели это делать. А вот тут разное свидетельство о том, что люди это видели, это как бы и сейчас делают. И как бы, ну, проблем. Это действительно фокус. То есть, а теперь посмотрим, как Всевышний демонстрирует в Маше этот же фокус. Вот это рассказ, когда в Маше Ром пришли в фараон. А это рассказ, как Господь показывает в Маше этот фокус. Вот он говорит четко. Змея, бери за хвост. Если взять змея за хвост, то этот фокус не получится. Понятно? То есть, чтобы эту змею ввести, сделать ее вот такую, нужно брать ее за голову. Вот это, видимо, то, что делали, так сказать, чародеи фараона. А когда Всевышний делает такое, он делает настоящее чудо, но мы это не очень замечаем. Зачем в Танахе сказана вот эта фраза «вхватив его за хвост?» Чтобы показать, что Всевышний такие фокусы не делает. Он, если по-настоящему делает чудо, но оно же очень незаметное. Теперь другое чудо, которое демонстрирует скидь. Вот перепела в пустыне. Помните, когда евреи вышли из Египта, то через какое-то время они запросили, стали жаловаться, что мяса не хватает. И Всевышний сказал, что будет вам мясо. И как оно получилось? Было вечером, налетели перепела, покрыли с собой стан, а утром был слой росы вокруг стана. Поднялся слой росы и появилась там манна. Получилось так, что вечером летели перепела, утром появилась манна. А перед манной был слой росы. Ну, и зачем нам рассказывать про слой росы? Что это важно? Какой это смысл? А смысл вот какой. Вот посмотрим на карту. Евреи выходят из Египта весной. Это сезон перелетных птиц, когда птицы с Египта летят в Европу на север. Первый, вот маршруты перелетных птиц. У них есть один важный очень маршрут через нас, через север Египта, Синайский полуостров, второй маршрут через Гибралтар, третий через Мальтар. Вот этот маршрут очень важный. То есть, евреи идут ровно там, где идет маршрут перелетных птиц. Теперь, перелетным птицам, вообще-то по дороге нужно есть и пить. И все места, где можно есть и пить, они не знают. Вот у нас это озеро Хула на севере. А теперь, где находится в этот момент евреи, где-то возле горы Сина, где-то вот здесь. То есть, это, как я понимаю, гора Сина, это, видимо, не в самом Синае, а в Медиане. То есть, то, что сегодня Саудовская Аравия, то есть, грубо говоря, это высоко и в горах. Это все-таки гора Сина. Вот, Тора нам сообщает, что там роса нападает. Ясно, что перелетные птицы должны знать, им пить надо. Видите, вот, это иллюстрация птиц, а вот роса. Если там нет озера или речки, то, по крайней мере, роса. Ясно, что, так сказать, Мушев ведет народ по тому маршруту, где с большой вероятностью будут перелетные птицы. Поэтому то, что, так сказать, все рассказал, накормлю и вот накормил, это можно интерпретировать, как вот попросили всего с него, и был выпуск, заказали, получили. А можно интерпретировать, как, естественно, природное событие. Но ясно, мы идем по маршруту перелетных птиц, попадаем туда, где есть роса, то есть там, где птицы могут остановиться на ночь. Вот они и прилетели. Ну, проблем. Но, так сказать, чем мы видим в руку Всевышнего? Что-то произошло в правильное время. Вот еврея попросили, и, так сказать, на следующий... И тут же, так сказать, сбылось. А механизм, как это сбылось, он совершенно естественный. Атеисты могут спать спокойно. Дальше. Теперь мы посмотрим, после перпесхом, на египетские казни. Как мы их видим в Танахе, это сплошные чудеса, и... То есть, ведь каждая казнь – рука Всевышнего. Но, заметьте, что фараоны так просто не убеждаются. Он... Нужно прикладывать колоссальное усилие, чтобы его убедить, что это все-таки рука Всевышнего. Ну, а почему так? Потому что, на самом деле, это все выглядит немножко разномерно. Все эти египетские казни, они, так сказать, похожи на экологическую катастрофу. И это было замечено, так сказать, уже сто лет назад, где предлагались разнообразные теории, точнее, механизмы объяснения, как это может быть. Так сказать, они... Теории разные, но получается, что все эти египетские казни вполне можно объяснить естественным образом. Вот я хочу сейчас пройти по этим египетским казням и посмотреть, что что. Давайте так. Вот первая казнь – вода в кровь. Вот красная вода в реке. Превратилась вся вода, которая в реке, в кровь. Значит, что это значит? Река стала красной. Бывает красная река, бывает. Вот в Норильске, так сказать, завод выбросил их продукт, река загрязнила железом. Вот эта река, которая течет через Норильск. Теперь 16-й год. А это другая история. Значит, есть водоросли разные, которые могут как-то цвести и выделять какие-то красные вещества в реку. Вещества ядовитые. И река становится красной. Вы листаете по интернету красных рек на валу. Бывает такое явление. Вот то, что вода стала кровью, это вполне могло быть или загрязнение неорганические, или водоросли какие-то расплодились. Что было дальше? Смотрите, что было дальше. Это мы читаем Патона. Рыба вымерла, и зловонная стала река. Ну, ясно, река загрязненная, жить там нельзя. Египтяне не могли пить воду. Была кровь по всей земле, а египетские манки сделали то же самое. То есть это не проблема. То есть сделать красную воду не проблема. Египтяне копали вокруг реки и не могли пить. Понятно, что делали. Фильтруют воду. Если это неорганическое загрязнение, то понятно. Если органическое, не очень понятно, но, видимо, тоже. Это вполне можно объяснить. Следующая казнь. Нашествие лягушек. Почему лягушки? Я когда читал там сравнивать то есть у Стругацких такая книга «Град обреченный». Там нашествие обезьяр в качестве абсурда. Но когда мы читаем почему лягушки, почему не обезьяны? Объяснение очень простое, потому что лягушки они мечут икру и это надо делать в чистой воде. Если в Ниле нет чистой воды, они ищут иди в другом месте. и все сторонники объяснения египетских казней естественными способами, возражение всегда было такое, ну так вы сейчас объясните естественную причину, почему тут никогда не было? Никто никогда не видел. Видели нашествие лягушек всего наше 10 лет назад. Примерно видимо такие вот видите всех лягушек? они хайвей перекрыли. Бывает такое. Если нет чистой воды, лягушки выходят и ищут то, что могут. Теперь дальше. Сейчас. А, ну хорошо, саранча бывает. Сейчас немножко не по порядку. Да. я немножко сейчас в разбивку говорю про египетские казни, а потом мы вернемся к ним по очереди. Помним, что одна из казней, что в Египте выпал обильный град, а в земле глушном, где жили евреи, града не было. И град там все побил. Вот пример, какой бывает град. Вот видите, в Австралии там машину побили, побило. Действительно серьезное дело. Почему в земле Гошин, где евреи жили, не было города, в Египте было. Вот карта Египта. Видите, река Нил, она тут современной Кэррн расходится на дельту. Во времена, когда евреи жили в Египте, мы не очень знаем, когда это было и где была столица. Одна из столиц была в Мемфисе, вот видите, вот здесь. Другая столица была в Аварисе, во времена Гетцоса. Будем считать, что это столица после Гетцосов, она в Мемфисе, вот здесь. Нормальные египтяне живут вдоль Нила, а евреи живут вот здесь, вот эта земля Гошин, она на границе между дельтой и пустыней. Климат там совсем другой. Здесь, где все египтяне живут, климат пустыни, а здесь скорее средиземноморский климат. И вполне возможно, что, то есть климат другой, погода другая. То есть когда град был в Египте, то то, что здесь не было града, ну ничего особенного, вполне может быть. Это другая климатическая зона. Теперь, что было дальше? После града была саранча. Почему? После града все мокрое, земля тоже мокрая, и когда наступает потепление, то это как были саранчи идеально. Вот как казнь египетская тьма. Три дня ничего не было видно. смотрите, это всего вот две недели назад в египтех песчаные бури, хамсин. Но чем это не египетская тьма? В общем, похоже. Все эти казни бывают. Теперь посмотрим, как это все объясняется. Это цепь экологических катастроф. Вода в гниле, вода загрязненная. водоросли или неорганическое загрязнение. Вода стала красная, то есть пить нельзя. Рыба сдохла, лягушки, они амфибии, они вылезли из воды и стали искать чистую воду, ее нету. Почему они идут в жилище? Почему в жилище там тепло? У них нет регуляции амфибии. Но еды там нет, воды там нет, значит они сдохли. Всему Египту груда дохлых лягушек дохлые рыбы. Это рассадник самых зловредных насекомых. Кстати, когда лягушки вымерли, то насекомые расплодились, потому что это же пищевая цепочка, то есть лягушки едят насекомых, лягушек нет, насекомых навалом. И насекомые разводят болезни. И вот поэтому первые казни, они совершенно, первые четыре казни, они совершенно как бы одна связана с другой. Теперь оров. Мы не знаем, что это такое. Одно мнение, что это москиты, комары, которые переносят заразу, и другом дикие звери. Откуда дикие звери, мы можем понять, потому что если сдохли рыбы, сдохли лягушки, то периодным птицам в этом месте делать нечего. И все зверье, которое кормилось живностью вокруг, которое кормилось рыбами, птицами и лягушками, им делать нечего. И они ищут еду, где? Там, где люди живут. И это все крутится возле людей. Это заражает скот. И вот это есть оров. Дальше есть две казни, мор скота и нарыны. Видимо, это отдельная серия, которая не связанная с предыдущим. Такое вполне бывает, что крупно-рогатый скот мог заразиться. Он, в принципе, мог заразиться от предыдущих казней. Там столько заразы было на земле. И столько эпидемий, что нет проблем. Кстати, морская таинара в этой люди могли заразиться от животных. Мы помним 15 лет назад была эпидемия коровьего вешенства в Англии. Там коровы заражали людей. Это все бывает. Дальше град, саранча, тьма и первенцы. Опять-таки это в гепте бывает сильный град. После этого град для саранчи идеальные условия. Тьма это вполне мог быть весенний хамсинь. Про первенцев толком если все другие казни можно объяснить естественным образом, казнь первенцев объяснить довольно трудно, но это направление такое, что все зерно, которое было у эгипциан, оно хранилось в амбарах, потому что град побил все свежее. И там просто после дохлой саранчи могло быть какая-то зараза. почему другое направление, почему первенцы, имеется в виду не первенцы, а дети, потому что там тропические болезни, которые у взрослых есть иммунитет, а у детей еще нет. Но эту казнь как бы все-таки естественными причинами объяснить трудно. Теперь вот как. Вот на эту диаграмму мы еще раз пройдем по всем казням. какой наотрезал, что действие египетских казней мы можем объяснить естественными причинами. А как нам Танах намекает на то, что это можно объяснить естественными причинами? А он намекает тем, что показывают временные маркеры, когда это произошло. Вот видите, это описывается, когда град был египетский. Лена и чмень были сломаны, а Лена и чмень не были сломаны, так как они вкусные. Это нам рассказывается после града. А скажется, зачем нам это рассказывается? Танах очень скупы, Тура скупы на словах. Это сделано для того, чтобы показать, что все это можно интерпретировать как естественным образом. Давайте посмотрим. Вот август это разлетнило. вода превращается в кровь, когда Нил разлился в августе. Когда лягушки выходят на сушу, после разлива Нила, то есть сентябре-октябре, после этого у нас казнь лягушек. сезон комаров это октябрь-ноябрь и тогда у нас судя по всему казни вши и оров. То есть это одна серия. Перелетные птицы, кстати, вот их сезон и это совпадает с тем, когда лягушки выходят на сушу. То есть когда лягушки сдохли, перелетные птицы там не останавливались и тогда диким зверям было нечего есть. То есть последовательность временная, она правильная. Теперь следующая казнь у нас мор. Это мор на скот. Когда скот выходит на патбище в Египте в начале января. Вот он тогда. Тогда у нас нарывы получаются после мора где-то в это же время, а град после. А когда в Египте бывает град? Февраль. Можно раньше февраля, а там града не бывает. И вот у нас по временным рамкам мы знаем, что скот выходит на патбище в январе, а град в феврале. И вот в это время у нас выпадает град. Теперь когда сезон саранчи от марта до мая, то есть после града, саранча смотрите, что получается. Град произошел в правильный месяц, саранча произошла в правильный месяц, дальше у нас тьма египетская, хамсина, а когда хамсина, от марта, марта-апреля, все правильно. А теперь вот посмотрим вот на это. Когда у них там все сеет, ячмень, пшеницу и полбу сеют после разливнила, а лен сеют в начале января. Теперь лен собирают первые рожа через три недели, вторые и позже. В общем, вот примерно когда собирают лен, а вот когда собирают ячмень. А пшеницу и полбу собирают позже. Это мы знаем не из Танаха, это мы знаем из сельского хозяйства. Теперь посмотрите, когда град, это февраль, то есть лен и ячмень, так сказать, они в тот момент когда их надо собирать, а пшеницы еще нет. Вот про это нам написано. То есть нам Турас сообщает, что град был именно в тот месяц, когда ему и полагается быть. То есть тогда мы все эту последовательность египетских казней мы можем вполне объяснить естественными причинами и то, как одно следует из другого и то, как когда каждая из этих казней была. Ну, надо сказать, что как бы не все так гладко и то, что мы объяснили, почему последовательность египетских казней была такая, а не другая, почему было нашествие лягушек, а не крокодилов или обезьян. мы поняли, что все эти казни были в правильное время, но это мы исходим с книги исхода. Если мы посмотрим на Таилиим, там в двух местах есть описание египетских казней, и порядок там другой, состав другой, вы можете сравнить последовательность книги исхода, а вот последовательность псалмах. В общих чертах похоже, но здесь все наоборот, тьма сначала и так далее. но смотрите, Таилиим это все-таки стихи, в стихах много чего допускается, а в книге исход это все-таки больше похоже на описание событий, то есть если мы исходим, последовательность казни была все-таки такая, как исходят, то мы можем все объяснить, а вот то, что написано в Таилиим, вот здесь или здесь, это можем отнести за счет особенностей поэтического стихосложения. А, сейчас. Теперь скажем так, а зачем все это, зачем понадобились такие усилия, зачем нам зачем всевышний так зашифровал свое участие в этих египетских казнях. Но много есть объяснений, чтобы зесточить сердце поролона, чтобы жизнь медом не казалась, что так просто меня допустил, чтобы много объяснений. Но по-моему это стиль. Всевышний так устраивает чудеса, чтобы мы не догадались, чтобы мы всегда могли подумать, кто верит, кто верит, а кто не верит, вполне может найти объяснение. а весь фокус был, что эти чудеса были в правильное время и в правильное место. Ну, вот я так подумал, а потом можно сказать так, а могу быть иначе или не могу? быть иначе как мы представляем себе явные чудеса. Ну, так сказать, Семеновичкин спускается и остается там косов, как Гендельф Василен Колец, делает пассы и чудеса происходят вот по заказу, но как-то не солидно, так сказать, трудно себе это представить. И даже если бы это произошло, ну, и что бы мы подумали? Вот что для нас бы это было доказать от существования Всевышнего, что, так сказать, вот с небом протягиваться волшебная палочка и происходят чудеса, ну, так сказать, не очень не так. Вот я видел, была такая история, президент Обама, когда был президентом, он зашел в, нанес визит в начальную школу. Ну, дети, дети, как бы, млили от восторга, как же сам президент их посетил, и один из детей сомневался, сказал, «А откуда я знаю, что ты президент?» Действительно резонный вопрос. Приходит здоровый, высокий, темный человек, говорит, «Я президент Обама». А школьный говорит, «А я не знаю, докажи, что ты президент». Ну, так сказать, Обама нашелся, вот видите, пришел в школу. Я это по телевизору увидел, так сказать, разговариваю с детьми, а один спрашивает, «Откуда я знаю, что ты президент?» Обама сказал, «А вот мой опыт у современной личности». И тогда все встало на место. Видите, вот у современной личности, все, значит, президент. Он, так сказать, всевышний же не может так сделать. Совершил чудо, произошло какое-то чудо, а кто-то сомневается, но, так сказать, нет же IDK. И мы должны как бы сами для себя решить это чудо, оно естественным образом, или это всевышний, или это всевышний так сделать. И вот в качестве заключения я могу привести слова от Элина еще раз. Бог творящее чудо, а следы твои неведомы, потому что чудо не должно быть явным. мы убеждаемся в руке всевышнего не потому, что он оставляет такие явные следы в качестве чудес, а из других соображений. все. Спасибо за внимание. Михаил, а я... А, пардон, все. Сейчас еще. Я намереваюсь в Танахе немало чудес, я намереваюсь поговорить о многих других чудесах, но это в следующей лекции. То есть сейчас вот только кусок. Разбор других чудес будет в следующий раз. Да, Лен, мы тебя слушаем. Да, я просто хотела сказать, что египетские касты описываются как чудеса. Мне интересно ваше мнение. Вы думаете, что они их воспринимали как чудеса или это просто так описывается? Нет, смотрите, это... А что такое чудо? Радуга это чудо или не чудо? Вот в этом смысле. То есть чудо, что мы понимаем под чудо? Это сверхъестественное событие или это уникальное событие? И я больше понимаю чудо как уникальное событие. Оно не обязательно должно быть сверхъестественным. В нем могут быть вполне реальные причины, но оно случается как бы не тузман. Правильное время правильное место. Как раз вовремя вступилось? Мы будем говорить про это в следующий раз. То есть можно предположить, что они вполне понимали, что они имеют реальное происхождение, может, поэтому так долго браун упирался. Смотрите, значит, одно из объяснений египетских чудес это внезапное потепление. Такое потепление было в 1925 году Эльнинио, я может быть знаете осцилляции климата в Южном океане, Перу. Вот там была половина из египетских казней, оно произошло в 1925 году в Перу из-за колебания климата. Они совершенно не воспринимали это как руку сривычества. Бывает. Здесь в чем фокус? Казни вроде бы естественные. Каждая из этих казней, она в общем-то бывает. В чем проблема? Почему они все сразу и после того, как Мушепа поговорил с Параводом? Вот в этом фокусе. Стали по себе они мало сами по себе эти чудеса ни о чем не говорят. Ну, прошел вода испортилась, было, лягушки вышли. Мы только что видели фотографию, как в Греции лягушки вышли на улицу. Ну и что? Это же не египетская казнь. А тут весь фокус в том, что эти казни сыграли большую роль в освобождении Еврея. Все-таки казни, по-моему, сейчас, да, Андрей? Кто-то хотел сказать что-то? Нет? Окей. Хотел такую штуку. С одной стороны, насколько я понимаю, казни не называются чудесами. Казни называются макот. То есть, как бы, удары, ну или казни по-русски переводятся. То, что называется чудеса по-русски, а на юрите не сим, но, например, сечение Красного моря. И дальше. НЭС и темология, хотя бы на уровне известна мне, да, она такая, по-русски чудеса, по-видимому, этот человек стоит обалдевший, говорит чууууу, просто обалдевает. все-таки неси приходит как бы на ум да ну и как бы в комментариях это известно неси это не сайон то есть это испытание этого таки до жертвоприношения из хака да а с другой стороны нес нес это что-то типа флаг шток вымпел когда на современном увидите говорят лау-тара нес это означает сделать что-то видимым все да как бы говорится что это поэтому тут по-русски чудо действительно что-то такое сверхъестественной не на ивритии я бы сказал уникальное не сверхъестественное уникальное у них ну да уникальное на ивритии не сим все-таки это не сим не сайон это же какое-то более такое емкое слово которое не только связано с чем-то а видимо с тем что происходит после того как это произошло ну смотри я вспоминаю историю с гиддоном там шерст на рассан на шерсти расстояние на шерсти исключительно скромное чудо видимо одному гидрона вопрос в том что насколько скажем твой подход так по прямому смыслу до приходит человек который вернулся к религии или там я не знаю человек не иврей которые интересуются иудаизм для него такой подход это просто разбиение каких-то мифов да ну вот наконец-то я пришел куда-то ну вот тут объяснение вот чудеса и все а ему объясняет начало красное море ну ветер подум нормально нет часа тара в каждый раз когда правильно так тара сама так и говорит ветер подумал откуда мы взяли что ветер подумал это просто в тексте на хрен написано как-то не странно там почти в каждом чуде это подчеркнуто про перпилов зачем нам про росу говорят а чтобы не подумали что они с неба свалились хорошо а зачем тогда всевышний дал муше в качестве наглядного свидетельства что он всевышний его посылает то есть должно быть что-то сверхъестественное да он говорит вот те палка бросай получится в змея да муше делает а этих артумин как бы эти колдуны они делают то же самое а что же всевышний не знал что это вообще как бы такой фокус он общеизвестный не хочу никакого этой самой карточки как у обама уникальна ничего такого нет они тоже видимо сделали не совсем похоже а на это а на это я вам сказать вот что он держал эту змея за хвост а хартумин видимо держали за голову это может в инструкциях получил но это может в инструкции нет этот фокус со змеи много специалистов все эти волхвы видели что он делает не так как они а это для непосвященных вы видите одинаково а для посвященных понятно что да потрясно вообще считаю что эти вот лекции доктора михаэля голосовского да они по-видимому как бы в другой рамке в другом времени это вполне могла быть лекция в русле курса научного атеизма но тут совершенно потрясно что как бы через 35 40 лет после курсов научного атеизма вот миша вполне это рассказывать что-то у меня была цитата у меня была там цитата сейчас я вернусь которая была в самом начале шерда вот увидите цитату фрэнсиса бэкона она видна сейчас это да это потрясная фраза она мне тоже очень нравится она мне тоже очень нравится да вот так так что я не знаю смотри он же писал по-английски наверно надо посмотреть как это в макуре это я переводил а там написано magic я не знаю написано что-то типа magic написано понимаешь все правильно miracle нет не magic а miracles miracles да 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 я проверял как написано по-английски да очень интересно парафраза это то есть парадигма точнее вот гедон помните эту историю гедон говорит гедону вот задание продемонстрирует мне какое-нибудь знамение и всевышний делает ему совершенно несерьезное знамение не там не огонь не вода роса выполнить там где надо и вот он все равно не убеждает ему так сказать чтобы на следующий день было как-то наоборот все это есть ну да ну может и тоже купили на терновый куст терновый куст он посмотрит что это такое для него тоже есть разумная а ведь фигня какая-то терновый куст горит но не сгорает то что он горит это мы поговорим в следующий раз это вполне может быть это не не сгорает что он горит и не сгорает да фитиль это просто это объясняется так это там видимо выходит газ горючий и куст терновника он уже сгорел но он работает как петиль понятно там в чем фокус гора синая она судя по всему вулкан горах урэф точнее она судя по всему вулкан и там горючий газа выходит из разных трещин и горячий куст это фитиль ты же видел он не сгорает извиняюсь он за его не не на куст купила как бы тот только перенится рисовался кустом как написано горит и не сгорает он пошел ему стало любопытно сегодня вообще свечи делают петель который сгорает но в принципе ты можешь сделать петель из другого материала может сделать петель из асбеста понимаешь как и он тебя будет не сгораем ясно муши рабейну повезло что у него не было научного консультата как миши голосовского иначе он не подошел туда понимаешь и все никакого разговора со всевышним не было с нами чтобы ему на радугу смотришь знаешь ее объяснение воспринимаешь как чудо то что естественное объяснение это ничему не мешает я предлагаю на последующие занятия уже проводить какие-то лабораторные работы это правильно послушаю ты же физик-экспериментатор ты должен не сунащит должен желательно чтобы действительно ты проводил какие-то наглядные эти самые пособия типа терновый куст который в комнате горит и не сгорает что-то типа это миша с нами нет я свадьбу да смотри я прочел немало книжек по этому поводу это не просто удел научных атеистов религиозные люди тоже интересуются и как мы знаем что среди ученых очень попадаются религиозные люди например фрэнк коллинз если вы знаете он руководитель проекта human genome которая та группа которая раскрутила геном человечества потом как раз религиозные ученые они пишут книги и объяснять все это у них в голове и у меня тоже так сказать чудеса танаха и обычные чудеса и обычная как бы но как вполне совмещаются это не это как бы иллюзия что так сказать наука религии не совместима ничего подобного ну иудаизм совместим про остальные я не знаю нет это в наука свеки вполне совместима и у меня даже была лекция вот как совмещать религию науку это просто конкретная вот чудеса исхода естественное объяснение чудес исхода но это как бы ничего не умаляет но мы как бы выросли на фразе знания силы теперь мы подходим к такой религии это сила все-таки нет сейчас есть сейчас покажу другую мне на это тоже не просто кое-что всегда не вошло что на следующую лекцию но а так нас делаем шер скрин ведь это да и что не говорил что наука без лиги хрома религия без науки слепа другой нужно они работают вместе окей ну хорошо если ну поверим все другому это окей дамы и господа и кто-то еще что-то хочет добавить нет спасибо будем ждать следующий это может скорее спросить как раз-то гидона насчет того что как же это выпадало у него то на шерсти то нет смотрите я еще это внимательно не раскопал надеюсь что в следующей лекции что-нибудь накопаю понятно спасибо это меня никогда не интересовало научное объяснение категорически но после вашей лекции да просто действительно стало интересно особенно вот эта табличка все эти египетские казни были свое время научное объяснение меня как бы тоже не очень интересовало меня интересовало зачем после каждого чуда тараном намекает на его естественное объяснение зачем после каждого чуда вставлена фраза которая позволяет нам истолкать истолковать это естественным образом вот это меня сильно поразило который ступается красное море зачем сказано что там ветер дул восточный ветер восточный ветер конечно по саранчу не сказано что у нас небо упало сказано что поддул западный ветер привез саранчу зачем нам это нужно чтобы так сказать чтобы мы не были так слепо религиозно господа и дамы не будьте слепо религиозно вот и миша вас призывает не быть слепо религиозно здорово да спасибо я в этом смысле шел не по своему как бы можно сказать по атеистическим традициям наоборот моя задача была объяснить вот эти излишние привязки к таранахе к естественному объяснению зачем это все надо да окей и первая ваша лекция была очень интересная на ней не была а потом послушала записи ну хорошо мы на этом все закончим все ну хорошо